Управляющая компания Домсервис отказалась ремонтировать трубы в одном из домов по улице лейтенанта Шмидта. Из-за долгов, которые накопили жильцы дома, вторую неделю в квартирах нет горячей воды, но жильцы стоят на своем. На линию коммунального фронта отправилась Ирина Забродина. Очень часто героями наших репортажей становятся хабаровчане, которые недовольны работой управляющих компаний или вообще их бездействием. Но сейчас у нас редкий случай. Управляющая компания страдает от жильцов, которые не платят. Это закончилось тем, что управляющая компания Домсервис категорически отказалась ремонтировать трубу. Авария случилась 7 февраля. Мы договорились с представителями управляющей компании здесь встретиться, чтобы они нам показали, что же произошло. Проблема в левоторном узле, порыв розлива в двух местах. Из-за того, что перемерзает фундамент слабенький, стоимость работы составляет 28 тысяч. Сказали жильцам, что не будем ремонтировать, пока не оплатите долги. За должность выше 500 тысяч за коммунальные платежи. В этом доме у нас 8 квартир. И только 2 из них оплачивают коммунальные счета вовремя, добросовестно. Еще 2 квартиры начали платить только после того, как вы поставили, можно сказать, ультиматум. Мы сказали, что не будем чинить. И 4 квартиры даже после этого случая категорически оплачивать отказываются. Как раз должники на первом этаже все, да? Вот можем постучаться. Вот здесь, кстати, явно кто-то дома есть, музыка играет. Мы хотели узнать позицию, почему не платите. Вот у вас труба сейчас прорвалась горячая. Все вот эти трубы замерзают внутри. И вот они сделали выход, вывели их наружу. А там внутри все трубы замерзают, потому что нет заваленки. И тут надо один раз сделать заваленку, и здесь никогда ничего замерзать не будет. Я не собираюсь из-за их тупости платить им деньги. И платить я им не буду. Я вам сейчас принесу бумагу, с которой мы ходили и писали, дочь моя ходила и писала, что здесь нету ни дворника, никого. Вы там только ничего не вырезайте, а все показывайте, что я вам говорю. Там тетенька такая сидит, понимаете, вот с такими глазками. Вы не видите дворника, его нет? Это было 2 или 3 года назад. Я говорю, нет. Ни крышу никто не чистит, ни заваленку не делает, а делают вот эти трубы из года в год, которые замерзают по их тупости, что нету заваленки. Заваленка, опять же, по законодательству, это работа капитального характера. Капитальный ремонт, это региональный оператор. Вы к нему обращались? Мы к нему? Какой? Нет. А почему вы не обращаетесь? Это их работа. Вам возмещают. Мы не имеем права от имени собственников принять решение и прийти с протоколом к региональному оператору. Воды нету, горячая, 2 недели. А у меня 2-летний ребенок. Как жить вообще? Управляющая компания говорит, что долги огромные у жильцов. Все платят. Можете квитанцию показать? Ну вот видите, задолженность. Платим в месяц 630 рублей, 6 тысяч, задолженность 6 тысяч. Вот 10 месяцев? Ну 10 месяцев, грубо говоря. А за что? При этом мы должны что-то делать. Из-за того, что они делают трубы по 10 раз в году. И я им все время должен. Я еще говорю, они мне должны. За то, что я лазаю и чищу крышу сам. За то, что я сосульки сбиваю. Простая математика. За ремонт, текущее содержание жилья, каждая квартира платит от 300 до 500 рублей в месяц. В год 28 тысяч. Оплачивают из этих 28, сколько тысяч? Грубо говоря, половину. Два раза в год мы должны сдать полностью элеваторные узлы. Обработать, почистить, поменять. Эти работы не видят половины людей. Вода есть, хорошо. Свет есть, хорошо. А какая работа? Может быть, нужно им показывать бумаги, показывать цифры, разъяснять, что мы потратили столько-то, столько-то. Показывают, что мне говорят, мы не верим, что стоит столько работы. Здесь можно предложить непосредственное управление, чтобы они сами управляли своим домом. Но они не хотят. Сегодня в этом доме управляющая компания решила провести собрание. Если так же будет все и на собрании. Что дальше? Трубу так и не будете все равно делать. Подам воду в обход только второму этажу. Ирина Забрудина, Константин Пестерев, Большой город Лайф.